Дорогие друзья, на своем сайте я хочу воспроизвести утерянные знания древних цивилизаций о комете возмездия и тайне конца света. Ведь именно эти тайны легли в основу христианского вероучения. Однако, по целому ряду причин, я умышленно излагаю доступную мне информацию в виде гипотезы. Ознакомившись с предлагаемыми документами, вы легко поймете причину этого. Приглашаю вас погрузиться в мир непознанных тайн и желаю с пользой и интересом провести свой досуг. Есть исследователи древних цивилизаций, которые выявили закономерность в случайных катастрофах, таких как Всемирный потоп, и убедительно доказывают, что до шумерской цивилизации существовала цивилизация атлантов, людей гигантского роста. Например, Бударин на основании математических расчетов и анализа возраста органических накоплений на подводных террасах определил несколько дат мировых катаклизмов с периодичностью в 4008 лет. В своей монографии «Тайна гибели Атлантиды и ортодоксальные мифы современной науки» Бударин утверждает, что причиной мировых катастроф являлась так называемая комета Возмездия. Она оставила на земном небосклоне следы пяти своих предыдущих появлений в виде гигантских метеорных потоков, которые современные астрономы называют квадрантиды, геминиды и леониды, персеиды и ориониды. Более того, Бударин называет конкретные даты катаклизмов, например, 1596, 5604, 9612, 13620 годы до н.э. Возможно, что самая большая катастрофа на Земле произошла в середине десятого тысячелетия до н.э. И именно она запомнилась выжившей части человечества всемирным потопом и гибелью гигантов. Нет сомнений, что региональных катастроф и потопов было значительно больше, но человечество все-таки сохранилось, сумело выжить, и через Платона дошла до нас правдивая история гибели гигантского острова, Атлантиды. Исследуя морское дно, черноморский очаг цивилизации атлантов открыли американец Роберт Баллард и некоторые другие океанологи. Об этом будет сказано ниже, а сейчас отметим, что история подъема и опускания дна Черного моря и всего черноморского побережья не является чем-то особенно удивительным. Такие истории происходили на земле неоднократно и имели разные, порой даже катастрофические последствия для цивилизаций. Даже мелкие землетрясения могут привести к значительному подъему или опусканию морского дна. Например, известные океанологам и другим ученым промеры дна бухты с сагами в Токийском заливе после землетрясения 1923 года выявили изменение глубин от минус 210 до плюс 250 метров. Естественно, что удар любого гигантского метеорита мог повлиять на подъем и опускание очень больших участков морского дна и суши. Такие удары не могли не повлиять на изменение скорости вращения Земли, на возникновение гигантских потопов и вулканических извержений. И совершенно не случайно у всех народов мира существуют мифы и легенды о катастрофических потопах. До сих пор непризнанная официальной наукой гипотеза существования кометы возмездия с периодом обращения в 4008 лет вполне согласуется с мифологией кельтов о молоте Тора, как и с мифологией других народов о всемирных потопах. Продолжение следует...